Сегодня на тренировке собираюсь ускоряться, как-то подвести все равно к старту нужно. Мне все спонтанно так. Полуторачасовой забег на лыжной трассе за городом, потом кросс на три километра. К лыжней России Анна Нечаевская готовится так же серьезно, как и к большим соревнованиям. В копилке Волокжанки множество медалей и кубков. В свои 22 года она уже мастер спорта по лыжным гонкам, входит в состав сборной России. А перед массовым забегом, который пройдет в областной столице в это воскресенье, нервничает как никогда. Такой массовый, мне кажется, интересный старт и контактная борьба. И мне кажется, это не будет лишним для того, чтобы поддержать мою тренировочную соревновательную форму, к соревнованиям подойти. У меня потом предстоит подготовить на сбор перед финалом Кубка России в Соктавкаре, а 7 февраля уже уезжаю. И это не будет лишним. В число участников лыжней России Анна записалась одной из первых. С завтрашнего дня девушка начнет тренироваться уже на стадионе «Локомотив». Именно там в этом году решили провести соревнования. Сейчас полным ходом идет подготовка трассы для забега. Тракторы здесь меняют друг друга каждые пять минут. За снегом приходится ездить в соседние поля. Нынешняя зима доставила организаторам немало проблем. Начали трассы готовить практически две недели назад, как только замерзла и чуть-чуть снежку подсыпало. Но там в полях снега очень мало, потому что там все сдуло и трава большая. Поэтому приходится снег возить с ледовой дорожки. Трассы подготовили один километр, три и пять. Все, которые есть в положении трассы, проведение соревнований, они все готовы. Трассы получились не широкие, поэтому на старт будут выпускать группами. Сначала побегут юноши, потом девушки, в конце взрослые дети. Организаторы уверяют, сколько бы человек ни пришло, места хватит всем. Любители и профессионалы пойдут по трассе, подготовленной только для свободного стиля. Нарезать лыжню для классического хода здесь невозможно. Все атрибуты забега, шапочки, майки с номерами, наградные кубки уже прибыли в город. Также продолжается и регистрация на старт для всех желающих. Возраст участников не ограничен. Единственное требование – справки о здоровье для волокжан до 18 лет. Кстати, для тех, у кого нет спортивного инвентаря, подготовлено более 200 комплектов лыж. Их можно взять на центральной базе на набережной 6-й армии. Сейчас организаторам приходится постоянно мониторить прогноз погоды. Ведь если в воскресенье столбик термометра отпустится ниже 20 градусов, соревнования придется отменить или сократить дистанции. Но пока синоптики обещают комфортную для забега погоду – минус 10 градусов. Екатерина Щукина, Николай Замараев. Новости Вологды.